Привет всем! Сегодня воскресенье и значит перед вами очередной выпуск новостей из мира электромобилей и не только на канале Мегаэлектрик. Нам очень приятно ваше внимание, особенно когда оно выражается в следующих цифрах. Подписчики и гости канала посмотрели наши видео уже более 4,5 миллионов раз. Это дает нам мотивацию делать для вас еще более интересные сюжеты. Оставайтесь и дальше с нами. А теперь перейдем к новостям. Менее трех месяцев назад мы вам рассказывали о презентации Hyundai IONIQ 5. После презентации в корейской марке открыли предзаказ на новинку для пяти европейских стран – Франции, Нидерландов, Великобритании, Германии и Норвегии. И вот уже 14 мая первые несколько сотен электрокроссоверов IONIQ 5 прибыли в порт Драмен в Норвегии. 1300 авто из специальной ограниченной серии IONIQ 5 были заказаны именно из этой скандинавской страны. А в целом более 14 тысяч норвежцев скупили южнокорейский электрический кроссовер в той или иной комплектации. А теперь главная новость этой недели. Форд долго обещал нам электропикап. И вот, наконец, 19 мая состоялась презентация этого электромобиля. Как было ожидаемо, электрический Форд F-150 Lightning построен в первую очередь идеологически на основе топливного пикапа F-150. Но технологически он изменился очень сильно. Электрогрузовичок не только поменял ДВС на электродвигатели. Для этой модели спроектирована оригинальная, более прочная рама из стали. А кузов собран из алюминия, что делает это авто практически вечным. Также впервые третье поколение F-150 с припиской Lightning получило новую по конструкции независимую заднюю подвеску. Кстати, сейчас нужно обязательно рассказать об этой приставке Lightning. Как вы наверняка знаете, у пикапа F-150 уже сменилось более 10 поколений. Как раз таки в девятом и десятом на рынок выходили заряженные версии под названием SVT Lightning. Они были рассчитаны для езды по шоссе и магистралям. От обычных модификаций Lightning пикапы отличались мощными моторами и подвеской. Еще стоит отметить, что первое поколение молний получило более прочную раму от старшей модели F-250. У электрического F-150 есть еще одно отличие от обычных пикапов Форда. У него самый большой крутящий момент в истории модели. Итак, на борту имеем два электромотора, по одному на ось. Суммарная мощность 420 лошадиных сил или 570 лошадиных сил. Крутящий момент 1051 ньютон-метр. Здесь стоит вспомнить конкурента от концерна GM, а именно электропикап Hammer EV. Но если вместе с тем вспомнить и цену на его модификацию с подобным крутящим моментом в сравнении с ценой на продукт Форда, то электро-Hammer просто останется стоять в сторонке. К слову, о Hammer EV и других электромоделях от GM мы рассказали в спецсюжете. Ссылка на видео в описании. Для своего будущего электрического Форда вы можете выбрать одну из двух батарей. Первая считается стандартной. Ее емкость не названа, но озвучен запас хода 370 км по циклу EPA. Вторая определенно более емкая, так как гарантирует пробег 483 км. С более тяжелым аккумулятором с места до 97 км в час электрофорд разгонится за 4 с лишним секунды. У пикапа есть разные режимы езды, а именно стандартный, спортивный, внедорожный и буксировка. Последний дает возможность перевозки прицепа массой до 4,5 тонн. Максимальная грузоподъемность самого пикапа – это 907 кг. Домашняя зарядная станция восполнит заряд батарей за 8 часов. За 10 минут на станции мощностью 150 кВт вы можете получить энергии, достаточной для 90 км пробега. С салоном у этого авто все прилично. Отметим только цифровую приборку – это 12-дюймовый экран с возможностью выбора настройки графики. Центральный экран лайтнинга растянулся на 15,5 дюймов. От топливных пикапов электрический F-150 отличается передним багажником объемом 400 литров. В него можно насыпать, например, 181 кг картошки. Очень полезная информация. Фишкой электроавто можно назвать и возможность взвесить груз, который вы перевозите на пикапе. При этом система сможет рассчитать, сколько вы с таким грузом проедете на имеющемся заряде. Так как пикап – это рабочая электролошадка, то по периметру кузова есть три розетки для подключения оборудования. Отдельно скажем о возможности питания дома от электромобиля во время аварийных отключений энергии. Еще б он горячую воду подавал, цены б ему не было. Система названа Ford Intelligent Backup Power. Дом может получать до 9,6 кВт мощности. Также среди нестандартных опций – освещение по всему периметру кузова. Серийный выпуск электрического 150-го начнется только в следующем году на новом заводе Ford Rouge Electric Vehicle Center в Диборне. Электрический пикап в базовой комплектации стоит 40 тысяч долларов. Комплектация XLT оценена в 53 тысячи. А вот сколько просить за авто с полным комплектом в Форде еще не придумали. Но у них еще есть на это время, так как продажи стартуют лишь следующей весной. Но уже сейчас мы уверены, что электромобиль побьет продажи первого пикапа SVT Lightning, которых продано всего 11 563. Второе поколение топливного Lightning купили 28 124 раза. А на электрический Lightning уже поступило более 20 тысяч приззаказов с депозитом 100 долларов. В мае еще один серийный электромобиль официально увидит мир. В этот раз от концерна Volkswagen. А именно от его испанского отделения. Речь идет о модели Cupra Born. Впервые этот электрокар мы увидели в качестве концепта Seat Elborn в начале 2019-го. А потом встретили его еще раз на автосалоне во Франкфурте в конце того же года. Как тогда выглядел электро-хэтч, да еще и в красном цвете, вы сейчас видите на экране. А вот 25 мая, но уже 2021-го, будет презентован электромобиль Cupra Born. Как видите, не под брендом Seat. Так как Volkswagen Group – это один концерн, то электроавто от испанцев – это та же модель Volkswagen ID.3. Уверены, вы согласитесь, что по дизайну экстерьера у Cupra получился более интересный электромобиль. Капот и крылья имеют острые грани. А сочетание формы фар с фактурной фальш-решеткой и бампером выглядит весьма привлекательным. Дизайном экстерьера занимался испанец Хорхе Диез. Большая часть его карьеры пришлась на работу в различных подразделениях Volkswagen. По его словам, основное внимание при проектировании электрической Cupra сосредоточено на электродинамике. А значит, электрокар должен быть быстрым. Ну а все технические характеристики мы узнаем уже 25 мая, во время презентации. Также в этом выпуске мы хотели бы вам рассказать о двух обзорах электроавто, которые сделал для вас самый крупный импортер электромобилей из Китая – компания Volt Auto. В этот четверг на канале вышел обзор компактного электрического кроссовера Geely M Grand GSE. Сразу стоит сказать, что это один из самых редких электромобилей на просторах русскоязычного ютуба. До этого времени не было ни одного авторского обзора на этот электрокар. И вот в Volt Auto это исправили. Еще советуем посмотреть видео о большом электрическом кроссовере от NIO. Первая электрическая модель ES8 от этого производителя хорошо известна, так как не первый год на рынке, и зарекомендовала себя очень хорошо. Уверены, если вам нужно семейное электроавто с салоном на 6 или 7 мест, то вы обязательно рассмотрите все сильные стороны этой модели. А о них детально рассказано в обзоре. Обе ссылки в описании к этому видео. Осенью прошлого года мы уже рассказывали о будущем электромобиле британской фирмы Ines Automotive. Она нам обещала уже в этом году представить внедорожник на водородных топливных элементах Grenadier. И вот совсем недавно стало известно, что авто не пойдет в серию даже до конца этого года. Новая дата выхода на рынок – июль 2022-го. Из-за пандемии произошла задержка в программе испытаний Grenadier. Запланировано, что 130 прототипов должны проехать около 1 миллиона 800 тысяч километров в экстремальных условиях и по всему миру. А пока что завершены только зимние тесты в Австрии и Швеции. Впереди долина смерти в США и дюны Ближнего Востока. При этом мы до сих пор не знаем тех характеристик, разработанного с нуля внедорожника. С осенью мы помним только то, что в авто будут стоять стеки водородных топливных элементов от Hyundai. Aynos планирует продавать до 35 тысяч авто в год. Цена стартует с 40 тысяч фунтов. К слову, электромобиль назван в честь одного из известных лондонских пабов. И еще одна новость об электромобилях на водороде, которую никто не ожидал. На этой неделе компания Opel представила водородный фургон Vivara E Hydrogen. Как вы уже поняли, это электрофургон Vivara E. Только его мотор получает ток не из батарей, а благодаря химической реакции взаимодействия атомов кислорода и водорода. Vivara E Hydrogen за счет баллонов со сжатым водородом на борту показывает пробег свыше 400 километров по циклу WLTP. Напомним, что у батарейной модификации пробег не превышает 330 километров. Три углепластиковых баллоны с газом, которые находятся под давлением 700 бар, заняли место батареи в полу. Буферный аккумулятор поместили под передними сидениями, а сами стеки мощностью 45 киловатт установили под капотом рядом с электромотором. К слову, его мощность не изменилась. Это все те же 100 киловатт или 136 лошадиных сил. Поставки электрофургона начнутся осенью нынешнего года. А завершим этот выпуск новостью от Tesla. С 19 мая в музее Peterson Automotive в течение двух недель вы можете увидеть в экспозиции Tesla Roadster второго поколения. Впервые модель была представлена в ноябре далекого 2017-го. Даже не верится, правда? Ну вот в серийное производство спорткар от Илона Маска пойдет не раньше следующего года. Напомним, что выженазванный музей находится в Лос-Анджелесе, США. Будем благодарны вам, если поделитесь этим видео в своих социальных сетях. Тем самым вы сможете сказать спасибо нам за работу. А мы ее делаем для наших зрителей с большим удовольствием. С вами была Евлампия. До встречи в следующем видео.